Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Стало известно о том, что транспортный самолет Л-76 потерпел крушение под Белгородом. Но это просто фантастика. Дальше некуда. Дальше некуда. То есть, если разобраться в том, что случилось, значит, ту сторону уведомили о том, что будет обмен. Летит два транспортных самолета. В одном там что-то 65 человек, и члены экипажа наши. То есть, наш самолет перевозит их пленных для того, чтобы привезти их, соответственно, и обменять. Сзади летит еще один самолет, на нем 80 человек. Его успели развернуть. Да эти товарищи, что делают? Они сбивают самолет со своими же людьми. Со своими же людьми. Хвастаются этим. Везде публикуют, повсюду. В своих СМИ о том, что они провернули такую успешную операцию. Сбили самолет. Но при этом, когда выясняется потом, что он уже неоднократно использовался как раз для доставки пленных их, их пленных солдат. И они, в общем-то, получается, в небе убили своих же людей. Не знаю, как теперь они объясняются перед сообществом мировым и перед родственниками этих людей, которых достигнуто было решение обменять. Значит, они начинают резко удалять отовсюду эти новости с такой похвалой самих себя, какие они молодцы, что они, так сказать, сбили военно-транспортный большой самолет. Второй самолет наши развернули, успели развернуть и спасти жизнь их, ну, как бы их солдатам, да, военнопленным. То есть, получается, друзья, я вот в телеграм-канале у себя Будда Гришна Новости написал, получается, что наши спасают их военнопленных от них же самих, потому что они их просто в небе при всем честном народе убивают, а потом об этом же еще и пишут, как о своем достижении. Это просто фантастика за пределами разума. Это просто, ну, дальше некуда. Понимаете? Иногент Галкин, ты где там? Ты же обычно толкаешь речи про самолеты, ракеты там, такие. Чего же ты молчишь? Ты выступи, скажи. Как было-то на самом деле? Тут же все зафиксировано. Причем их предупредили, я прочитал, Картополов сказал, их предупредили, они знали о маршруте, они готовились ко всему к этому. То есть, они прекрасно понимали, видели, что это летит транспортный самолет, военно-транспортный, с их людьми для того, чтобы обменять. Они его контрапупили и себе в плюсик записали еще это. А теперь сейчас тотально удаляют, потому что сейчас другая правда у них будет. Они по-другому сейчас преподнесут как-нибудь. Ну, друзья, вы знаете, тут, конечно, можно долго рассуждать, но моему удивлению просто нет никакого предела. Это просто за гранью вообще, скажем так. Во-первых, конечно, это огромная трагедия для людей, потому что погибли не только их, но еще и все-таки это пилоты, те, кто управляет самолетом, экипаж. Это же наш экипаж. Я выражаю соболезнования всем близким, всем. Но уровень цинизма и уровень дебилизма, уж извините за выражение, так я выражусь, он просто за пределами разума. За пределами разума. Потому что знать, что это летит самолет, который везет людей для обмена, ваших же, но при этом сбить его и начать кричать, что ай, какие мы молодцы, смотри, мы самолет сбили. Но потом, когда понять, что так это же получается мы своих. А, вон оно что. Давай удаляй. Это этим хвастаться нельзя. Я всегда написал в комментариях, в телеграм-канале, вы что, там обкурились совсем уже? Алкоголь, ты обукурение, вреди здоровья, наркотики, зло, занимайтесь спортом. Но по-другому просто это, понимаете, когда такие вещи происходят, возникает вопрос, там какие-то вообще вменяемые здоровые люди или совсем уже, скажем так, лишенные здравого рассудка полностью. Но на самом деле, я полностью согласен с Володиным, который говорит сегодня о том, что они в конце концов там в Европе должны увидеть, кого они финансируют, и что эти люди делают. То есть, это как можно квалифицировать в данном случае? Я, конечно, органы там квалифицируют всё это, но это же просто абсолютно людей своих же уконтропупить в небе, причём прилюдно, публично, заявить об этом. Ну, друзья, это за гранью, просто за гранью моего понимания какого-либо. Да, что думаете нас ещё, друзья? Пишите в комментариях, с вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно. А если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна, ссылочка в закреплённом комментарии в описании к видео. Друзья, если вы предприниматель, бизнесмен, талантливый человек, хотите, чтобы о вас узнало как можно больше людей, или наоборот, не хотите, чтобы десятки тысяч потенциальных поклонников, клиентов, которые могли стать уже сегодня вашими, проходили мимо вас, у меня для вас интересное предложение на моём сайте www.buddegrišna.com. Переходите, посмотрите, заинтересует, пишите. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна Новости. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.